Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 9 августа – Международный день коренных народов мира. Заявление компетентного органа коренных народов гибко. Всемирный комитет паноармянских игр провел собрание в Степанакерте. Турция и США договорились о зоне безопасности в Сирии. Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Магасаки. Уланская кошка развела 10 детенышей, установив рекорд. Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа. Этот праздник установлен в 1994 году Генассамблеей ООН. Первое международное десятилетие коренных народов мира, начатое в 1995 году, помогало более отчетливо услышать голос коренных народов во всем мире и повысить внимание к проблемам коренных народов. Армяне Западной Армении были признаны ООН коренным народом. Прожив несколько тысячелетий на своей родине, создав духовное и материальное наследие, они стали жертвами геноцида в 1894 по 1923 годы, который был подготовлен и выполнен тремя турецкими правительствами. Коренные жители Западной Армении были лишены своей родины, отрезаны от своих корней. С 2006 года и по сей день коренные народы Западной Армении, представленные в лице президента Западной Армении, Арменака Абрамяна, регулярно участвует в сессиях ООН по правам коренных народов, справедливые требования возвращения Западной Армении истинным владельцам. Западная Армения. Глобально компетентный орган коренных народов ГИБКО приветствует коренные народы в пяти географических регионах Аттабейри, богине-матери, по случаю Всемирного дня коренных народов. Компетентный орган по делам коренных народов ГИБКО является международным административным органом, который предоставляет коренным народам как суверенным государством или народам, международное управление, руководство для осуществления их прав на самоопределение и независимого контроля над своими территориями. Компетентный орган по делам коренных народов ГИБКО также признает, что коренные народы имеют право принимать решения по вопросам, которые могут повлиять на их права. Компетентный орган в соответствии с их собственными процедурами. Права на свои земли, территории, акватории, воздушное пространство и все другие ресурсы. С учетом вышеизложенного ГИБКО объявляет о создании постоянной ассоциации государств и народов. Регулярные сессии ассоциаций государств и наций коренных народов будут проводиться в указанных пяти географических районах. Коренные народы, которые еще не являются членами ГИБКО, могут немедленно подать заявку на членство в ассоциацию. Организации коренных народов, ИПО, могут подать заявку на получение статуса наблюдателя при ассоциации государств и наций коренных народов. Информация о деятельности постоянной ассоциации коренных народов и государств публикуется на официальной странице глобального компетентного органа коренных народов ГИБКО. Всемирный комитет паноармянских игр провел собрание в Степанакерте. На повестке дня было пять основных вопросов. Седьмые всеармянские летние игры, выборы в комитет, организации вторых всеармянских зимних игр, внесение изменений в устав и организационные вопросы. На заседании Ишан Закарян переизбран председателем Всемирного комитета всеармянских игр. Вице-президентами были избраны Альберт Бояджан из США, Степан Дэр Петросян из Ливана и Ролан Шароян из Армении. Штат Всемирного комитета паноармянских игр пополнился тремя новыми членами. Председатель Национальной службы безопасности Артур Ванетян, швейцарско-армянский благотворитель Вартан Сармакеш и Шахан Семерджиан из США. Во время встречи обсуждались другие организационные вопросы также. Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии и к востоку от реки Ефрат, заявил турецкий лидер Эджеп Тайпердаган. Как ранее сообщил турецкая Минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Стороны договорились любой ценой разрешить сирийским беженцам вернуться на родину. Мемориальная церемония, посвященная 74-й годовщине атомной бомбардировки, прошла в японском городе Нагасаки, сообщает Армен Пресс со ссылкой на interfax.ru. Церемония началась в городском парке Миров 10.40 по Москве. На этот раз в мероприятии приняли участие представители около 70 стран. «Я призываю Соединенные Штаты и Россию, в частности, взять на себя ответственность, как ядерные сферы державы, продемонстрировать миру конкретные пути радикального сокращения ядерных запасов», — обратился к присутствующим мэр города Томихиса Тауэ. На мероприятии также выступил премьер-министр Японии Сэнзо Абэ. Участники церемонии почтили минуты молчания всех жертв атомной бомбардировки в 11.02, точное время, когда на город 9 августа 1945 года была сброшена бомба. Беспрецедентный случай произошел на вилле ванских кошек в Ане, Западной Армении. Кошка по имени Назалу родила 10 детенышей, таким образом установив рекорд. Ванские кошки считаются одним из символов Западной Армении. Они тщательно охраняются для продолжения своего потомства. Благодаря уникальным условиям содержания всемирно известное, ванские кошки продолжают рожать до сентября и октября. Кошки рожают в среднем по 4 детеныша. Прежним рекорд составляет 7 детенышей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Лачунин Ана. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Лачунин Ана. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Лачунин Ана. Акунг Лачунин Ана. Субтитры создавал DimaTorzok